Поэтому, ребята, давайте все-таки без вот этих вот киданий в воздух, да, прагматично и ближе к реальности, ближе к земле, да, без фантазии и без вот таких шапкозакидательств. А мы сейчас тут всех перебьем, всех передушек. Много передушили, много перенаделали, да, много конкуренции составили. Что-то продукция то российская не особо там конкурирует, за исключением редких статьй, редких продуктов, и то только там, где есть участие государства, где есть госзаказ, где неограниченное фактически финансирование. А остальное что-то то не особо. В сфере IT, да, где есть ребята, которым не командуют, да, менеджеры. Потому что вот недавно мы заказали там пластины, надо было сделать, лазеры, которые мы хотим приобретать, да. Нам выставили за пакет 73 тысячи. Пакетик небольшой там. Недавно разговаривали с руководителями этой компании. На следующий же день все менеджеры, которые были причастны к этой операции, были уволены. Хоть в одном месте вот таких моногерщиков, шапка закидателей, те, которые хотят поживиться на ровном месте, да, ну, придушили. И вот, двигаясь, чем дальше больше двигаемся мы в проекте, тем больше столкнуться с подобным менеджментом. И все больше, больше происходит этих соударений, приходится расчищать дорогу. Поэтому вот этот проект, он не только нацелен на создание продукта, да, но еще и на формирование определенной предпринимательской среды вокруг проекта. Это неизбежный процесс. Поэтому невозможно видеть только техническую сторону проекта. Тут очень много. И подготовка кадров тоже самое. Вот вы заметили, наверное, была информация, я давал о том, что мы готовим сейчас к изданию справочник. Вот этот справочник рассчитан на что? На подготовку кадров для вузов, для того, чтобы люди, которые хотят, желают освоить профессию, могли ее освоить и потом прийти в проект, в том или в другом качестве. Может, даже на те заводы, которые будут работать, они будут там специалистами, да, по выпуску завода. Может, непосредственно в инженере компанию придут. Другие будут просто для дома себе что-то делать, экспериментировать, там, в сельской местности. Кто-то будет делать электромобили, пробовать отрабатывать, а потом будет приходить и говорить, ребята, я вот хочу, доведите, вот я сделал машину, вот давайте, да. И эта работа, это тоже, вот поэтому получается, что мы с вами формируем среду. Работа, работа, да, серьезнейшая, многогранная, многоплановая. И масштабы все это дело, ну, я думаю, не нам даже судить о том, что будет. Наверное, будут судить уже потом за нами. Но наша с вами задача на данном этапе запустить проект и получить от этого доходы, оправдать все, купить все эти вложения, которые будут сделаны. И эти инвестиции, и в денежном выражении, и в труде, и в потерянных годах, ну, их, конечно, годы не вернешь, но все равно, да. И в то же время, Дмитрий Александрович, когда вы законите акции, которые купили инвесторы, ребята занимаются этим делом. Сейчас команда Сергея, в ближайшее время они все сделают. И вот, смотрите, вот эти годы, которые потрачены, потом наши предки гордились, они сделали космонавтику, оружие, атомное вооружение сделали, которое предотвратило войну мировую, да. Много чего сделали. Что мы сделали? 25 лет потеряно поколение, да. Что сделано? Как Советский Союз вольнули, развалили, да. Что сделано? Ничего. Что мы можем сказать? Ну, да, есть отдельные ребята, айтишники, там, Касперский, там, много в сфере айти сделано чего-то, да. Это отдельные лица, которые сделаны, там, где не надо было привлекать такие вот материальные ресурсы, потому что все-таки программные продукты, айти продукты, информационные, там немножко другие подходы. А вот машиностроение, электромашиностроение, тут сложнее, вот тут прогресса нет. Если мы с вами обеспечим этот прогресс, да, значит, мы жизнь с вами прожили не зря. Долларгуб может стать, там, гарантом привлечения инвестиций в проект для Зона Лапоша, но, возможно, так будет, да. Дмитрий Александрович, а напомните, какова будет цена справочника? Ну, пока что прогноз пессимистичный, потому что мы предварительно запускали в свое время подписку, там подписалось мало людей, поэтому мы отказались от издания тиража, потому что там тираж даже не покрывался бы, да. Сейчас вот с учетом опыта мы установили справочник, цену справочника 20 тысяч. Значит, справочник Анурио, справочник конструктора-машиностроителя стоит 31 тысяч, да, в продаже. Но, если подписантов будет достаточное количество, подойдет тысяч, хотя бы, да, то цена резко упадет на справочник. Насколько процентов отличается математическая модель управления вашим двигателем обычной Бильдиси? Отличается существенно. Если есть электродвигатель с лучшим КПД, возможно создать генератор. Так он же и работает генератором режиме при рекуперативном торможении. Знаете, компания Рассар и Самара, идеи, ребята по электронике с большим скриптом продвигают свои разработки. Ну, возможно, очень много разработчиков играет. Поэтому, если мы сейчас выдадим продукт-двигатель, да, вот электронику сейчас научились делать. Вот компания Резонит делает печатные платы, даже вот ребята с Украины заказывают, у них покупают, да. Поэтому, да, достаточно много. И поэтому, если двигатель будет, есть много талантливых ребят, которые напишут свои софты, да. Им дай железо, дай основу. Сделают, сделают и двинутся. И они же войдут в этот же проект, да, будут делать свой продукт, но этот продукт будет работать совместно с нашим с вами продуктом, да. И это будет расширять его зону применения и потребления, продажи. Так, а начните с электровелосипеда, потом на скутер и так далее. Да не, ребят, ну зачем? Понимаете, электровелосипеды, скутеры, это не тот сегмент рынка. Вот смотрите, вы, наверное, обратили внимание, что сейчас приобретен стенд для генераторов, да, автомобильных проектов. КамАЗ-мастер, команда, да, экипаж Шабанова ездил же с генератором с нашими обмотками, показали результаты других местах. Поэтому разработку по генератору, потому что там доработки не такие большие, вот ее можно в кратчайшие сроки завершить. И поэтому мы планируем в кратчайшие сроки сделать и на стенде непосредственно показать преимущество этой технологии, вот и вот. И генератор такой, и генератор такой, на базе стандартной железы. И вот тут эту разработку можно предлагать компаниями, которые производят генераторы для автомобильных промышленностей, да, и не только там отдельно, там, газ, либо еще что-то. Тут возможности открываются очень большие. И вот если вы посмотрите объемы продаж генератора, ну, в интернете посмотрите, и сравните их с возможностями скутеров, которые в России продажи, на которые упали в 10 раз, в связи с тем, что требуется право. Все совершенно иное. Поэтому, и самое главное, что эту разработку можно продать и не заниматься производством, потому что компании, которые занимаются выпуском генераторов, они могут легко их освоить. А потом уже двигаться дальше. А что по поводу элементной базы для электроники? Импортная? Ну, да, много импортного. Но, тем не менее, мы сейчас постепенно пытаемся взаимодействовать с отечественными производителями компонентов. Вот первые переговоры прошли, но они же тоже хотят видеть некую динамику и материализацию всего этого дела. Потому что, ну, никто, черта, голову не кидается. Все делают шаг за шагом. Переговорные процессы идут. Но для того, чтобы все это пошло быстрее, кто-то должен был рискнуть. Кто-то один, да, должен первый встать из окопа. И сказать за мной. Вот мы с вами вылезли из окопа и сказали за нами. А дальше, я думаю, все будет нормально. Дмитрий Александрович, ответьте, пожалуйста, когда инвест, договора, плачка будут представлены. Ребята, я уже говорил, значит, вот за эти вопросы отвечает Сергей Семенов. Это к нему. Дмитрий Александрович, очень много догруженных производств. Почему нельзя размещать заказы на ручную намотку двигателя, пока будет отлаживаться оснастка для автоматической намотки или выпускать дешевые наборы для самостоятельной намотки мотор-колеса? Понимаете, вот для того, чтобы понять, о чем речь, возьмите намотать. 96 секций положите, а с учетом того, что это двухслойные. Если вы за неделю уложитесь, я возьмусь обучать вас перемоткой по слоям. Почему? Потому что это не тот случай. Плюс, ко всему, нет гарантии, что вы не повредите изоляцию. Потому что если вы посчитаете количество проводников, которого надо будет положить, и даже исходя из теории вероятности, гарантия, что как минимум 4 проводника вы сорвете, повредите на нем изоляцию. Если вы не опытные. Поэтому это не вариант. Поэтому я еще раз говорю, ребята, давайте мы с вами будем уходить от гаражной технологии, от того, что сейчас мы тут коммунизм начнем строить в отдельно взятом гараже. Не выйдет. То есть, если защитить от плагиатов, то от плагиатов это не страшно. Тут дело в чем, что, понимаете, для того, чтобы заняться плагиатом, один могут потянуть, но не владея методологией перерасчета, расчет электрической машины, это сделать сложно. Можно скопировать одно, а мы выпустим другую, третью. Ведем еще новшество, еще решение и так далее. Это будет бесконечная гонка. Так лучше заплатить за конкретную разработку, взять, не терять времени и получать доход. Вот бы нашему президенту Александру Григорьевичу донести информацию. Да не переживайте, он об этом знает, Александр Григорьевич. МЗКТ тоже, Минский завод колесных техкачей, они прислали нам техническое задание, мы сейчас рассматриваем возможность решения вопроса. А Александр Григорьевич, он Александр Григорьевич в государственном руководстве, а не проектном. На поставку компонентов на конвейер можно будет надеяться только на откаты, и это должен быть продукт на тысячу процентов опережающий существующий аналог. Ну, понимаете, в туалет захотят, что мы снимаем. Здесь такая народная мудрость. Либо погибать будут, да, либо будут продавать. Потому что, а кому нужны компоненты? Или ты делаешь массовые продукты, тогда он становится дешевый, конкурентоспособный, либо работаешь только на банке. Так. Двигатель подойдет для реактивного аналога? Да, может и подойдет, это уже надо спрашивать разработчиков реактивного ранца, какие им нужны двигатели. Ну, я так полагаю, эти эксперименты, которые мы делали, они показывают, что реактивные ранцы не нужны будут. Есть другие способы, которые ближе к природным обеспечить перемещение в пространстве и воздухе. Да, ну, тоже механическое движение, которое присутствует у насекомых. Мы пробовали, можем у них позаимствовать. Зачем вот эти летающие мясорубки? Я не понимаю, например. Здравствуйте, мы все живем в разных городах России, нам нужно уверенность, что вложенные деньги не исчезнут. Вы бы нам хоть расписки, что ли, присылали. Ребята, ну, мы регулярно выставляем информацию, что приобретается, что делается, да? Нет уверенности, да не инвестируйте. Договора все это будет. Многие говорят, надо было с этого начать. Хорошо. Не привлекая инвестиций, ничего, да? Мы начали. Как начали? А оплачивать труд кто будет? Вот мы, допустим, работала команда не один год, мы зарабатывали, и все заработанные средства вкладывали в развитие проекта, да? Ну, до определенной поры можно было. Можно было дальше, так же вот вяло, медленно, там, торжественно двигаться дальше, дальше. Но просто проект уже вышел на такой уровень, когда он стал общеизвестным. А конкуренты не спят, и те, у которых есть деньги, они тоже не спят. Поэтому надо было придать проекту динамику. И поэтому рассказывать, как надо делать, а вот делайте вот так. Ребят, встаньте, сделайте свои проекты, потом поделитесь опытом, расскажите, как надо делать. А просто так умозрительно рассказывать. Ну, поверьте, мы тоже не настолько глупы, что не понимаем, что делим, да? Это одно. Второе, вот деньги, о которых вы говорите. Ну, вот вы сейчас видели результат проектирования, моделирования и так далее. Программный продукт вместе с компьютером оборудованием, серверами, это 16 миллионов. Это не считая время, оплата, ренды, да, сколько потрачено. Это 16 миллионов железа в лицензии потрачено. Это только на это, не говоря обо всем остальном. И что? Вот мы потратили суммы намного больше других порядков, чем привлеченные сейчас инвестиции. И побежать. Ну, ребята, будьте же реалисты, в конце, в конце. Ну, не пишите глупости. Где-то насчитались там это самое. Это вам пирамида, когда там сидят, только бумажки перекладывают в банках и так далее, да, для создания материальной ценности, основных фондов там и всего остального прочего, да. Одни патенты только чего стоили, вот посчитайте, сколько стоили. Вот обратитесь к посредникам, патентам поверен, и так далее. Посчитайте, умножьте, сколько они берут за услугу, умножьте на количество патентов. Мы тогда поговорим с вами, с какими деньгами, куда скроются. С разных городов. Ребята, глупости не надо писать. И не надо повторять глупости за другими. У каждой из головы думаете. Так с какого момента ровнее по поводу перемещения в пространство? Ребята, давайте создадим фундамент, а потом дальше пойдем. Первым делом надо создать двигатель, потом создать привод, источники тока, потом можно перемещаться. строить транспортное средство. А так вот, я говорю, предоставили российский мотоцикл. Да, ну летающая носорубка. Что-то не так этими винтами, либо всех окружающих, либо себе. Это, это не транспортное средство. Да, так как аттракцион, это пойдет. Можно же сделать более низковольтный двигатель, скажем, вольт 36-48. Тогда мотать меньше количества веков более толстым проводом. А можно будет и намотать вручную. Анекдот. Проезжает командир заставы, дежурный вылетает, товарищ капитан, за время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло, дежурный по части, а тут креки вопли, стоп, сержант, что за креки? Китайцы поймали, товарищ капитан. А что, и запросит, товарищ капитан. Даха ему, а не рыса. Чем и заняты, товарищ капитан. Велосипед на какое напряжение намотать? Батарея. Сколько напряжения? Уже сколько раз говорили? Батарея 48 вольт. Двигатель 36 вольт. Витков мало. И вы говорите, более толстым проводом. Лекс 64, вы специалист большой, да? Вы поймите, толстый провод, вы попробуйте его уложить. Я посмотрю, у вас руки будут, как у манящего краба клешина. Это первое. Во-вторых, какое у вас будет заполнение паза медью? Да никакое. Что вы получите за двигатель? Да не двигатель, а дерьмо. Попробуйте, сделайте, потом предлагайте. Я же просил, ребят, но не надо гипотезы выстраивать. Если у вас есть предложение, исходя из практики, опыта, знания, вот именно, если вы являетесь специалистами, с удовольствием выслушивайте совет. Приму к сведениям, внедрю, привезу нижайшие поклоны, благодарности, найдем способ, что, да, учесть все эти дела, да, это все, потому что это коммерция, да, но когда начинаются предложения, вот, а если, а как, вот, а вот как, проверьте, сделайте. Мы же, когда предлагаем, или что-то делаем, мы исходим из того, что это, оно не проверено, сделано, получены результаты, только после этого мы его дамасим и реализуем. За все время мы не предложили ни одного решения, чисто гипотетически, теоретически, что вот если мы сейчас так вот проволочку сюда, а потом вот сюда, а потом со скоростью звука, а потом вакуум, нет, если мы говорим, что мы кладем провод туда, то почему? Потому, где это, вон там, сделано, показано, проверено результаты, да, и даже вот, когда с нас сейчас пытаются выдавить все результаты по двигателям, мы говорим, стоп, ребят, поставим стенд, со стенда уже, поверено, сертифицировано, все так, как требуется, ГОСТами советскими, проверим, сделаем, выдадим под пол, и не на одном двигателе это надо сделать, а на целой партии, потому что мы должны получить сходимость результата, повторяемость их, вот тогда мы можем гарантировать, что у нас каталожные данные, вот такие двигатели, разброс параметров, если КПД в этом режиме, то от сих до сих, и так далее, и так далее. Это будут как раз технические характеристики. Но пока мы этого не сделали, мы говорим, что расчетные такие-то параметры, «Садись, едь, и сам определяй». Нравится тебе или нет, свои ощущения, свое восприятие, и от своего первого лица рассказывай, если захочешь. Точно даже и по технологиям. Вот у нас есть форум обмонщиков, там много обмонщиков работает, люди со стажем по 40 лет. И вот все эти вопросы, ну, обсуждаются, почему, как делать, что делать там и так далее. И объяснение, почему и как сделано. Поэтому, если вы, Лекс. 64, если вы обмочит, зайдите туда, я думаю, что-нибудь полезное найдете. Я надеюсь, что что-то будет полезным. Либо, может быть, вот сейчас вы на меня обидите за резкую критику, но посмотрите, почитайте, может быть, вы согласитесь с тем, что я сейчас сказал. Так что, извините за эмоции. Это так. Как я понял, существуют автоматы для намотки славянки. Вы собираетесь их широко использовать, так ли? Как это? Да, я уже сказал, что есть линии, мы сейчас ведем переговоры, 446 тысяч евро стоит такая линия. Как ваши моторы себя ведут в качестве ветрогенератора? Вот были в советское время, выпускали, здесь сейчас многие выпускаются автономные ветрогенераторы, они, как правило, асинхронные. Поэтому там можно применять. Но я не вижу перспективы ветрогенерации. Добрый вечер, я ваш акционер, хочу стать дилером по производству мотор-колес. Что для этого нужно? Есть у вас программа или условия по дилерству? Ну, во-первых, по производству вряд ли дилера. Дилеры, это, как правило, по распространению и сервисного обслуживания готового продукта. Вот когда мы выдадим в продажу первой партии, ну, тогда можно будет уже говорить, а сейчас пока что преждевременно. Но, тем не менее, спасибо за предложение, я думаю, как мы до этого доберемся, вот тогда мы и все это расскажем, обсудим вместе с вами и создадим схему сотрудничества. Допустим, я инвестор купил пакет акций, прошло 5 лет, предприятие вышло на расчетной мощности, как я могу извлечь прибыль из акций или из части акций, то есть, кому я могу продать эти акции, если модель для понимания потенциальными инвесторами. Есть модель для понимания потенциальных инвесторов. Ну, во-первых, вы будете получать часть прибыли, которая будет направлена на распределение всем участникам проекта, это первое. второе, акции будут торговаться, к тому времени на бирже, надеюсь, нормальная цена и будет несколько именем. Потому что, если вы посмотрите, что сейчас творится в сфере энергетики, какие-то требования выдвигаются, да, по энергоэффективности и так далее, вы тогда должны понять, что спрос на подобные продукты очень высокий. Здравствуйте, рассматривался ли вопрос о намотке двигателя более эффективными материалами, возможно, разработанные вами? Есть решение у нас по этому поводу, но пока об этом говорить прежневременно. Почему? Потому что я уже говорил, что есть одно дело идеи, а другое дело проверенные решения, которые уже опробированы, испытаны и эффективность которых доказываем. Но кроме этого надо еще и смотреть и коммерческую составляющую, что это решение должно быть направлено как на улучшение потребительских свойств продукта, так и на снижение его себестоимости. Если все эти компоненты будут достигнуты с помощью предлагаемых решений, тогда будет применено. Из опыта как совместим перемотанные электродвижники на славянке сейчас тактика нормально, очень хорошо совмещается. Там зависит только от того векторный режим или скалярный. Если скалярный, то прямой просто включаете. Если векторном управлении надо провести обучение. Обычно в частотниках есть такая опция тестирования параметров двигателя. Запускаете, тестируете, прописывает констант, потом переходите в режим работы, работаете. Планируете ли вы разместить информацию о динамике инвестирования в режиме реального времени? Значит, ну это ребята будут заниматься там на сайте, это не ко мне вопрос. Про систему компьютерного моделирования я рассказал. Значит, там смотрите еще, мы будем докупать еще пакеты программные, они нужны для того, чтобы проводить моделирование опять-таки методом конечных элементов процесса заливки металла в пресс-форме при проливке деталей. Потому что если этого не делать, то те же самые потенциальные исполнители работ, они такую лапшу пытаются вешать. Вот с ними разговариваешь, объясняешь ему, что он не представляет, вот такие всякие. Я говорю, слушай, я тебе дал 3D-модек, все остальное это 30 минут делаю. И не надо мне рассказывать, что это стоит полмиллиона. или миллион, как они обычно загибают. Поэтому для разговора с этими ребятками нужны аргументы. Потому что мат они привыкли слышать каждый божий день, а спускают на грешную землю, потому что он увидел картинку красивую, глазки выпучил, бедолага, у него там недержание открывается, он слюна течет, что он сейчас с помощью этого обогатиться, только заводится за один только контракт заключенного, там счастье себе придет вечно. Так. Ну, про славы и славы я рассказал вам. Про ту вот ребята. Ваше мнение, почему у Шкондина не получилось производить Макроколецо в России? Ну, почему Ренат, почему у Василия Васильевича не получилось, да? Ну, я не знаю. Дело в том, что я знаком с его проектом, но только в плане техническом, а вот что там в организационном плане, какие были подходы, какие применялись решения, я так глубоко не посвящен в это дело, поэтому не могу судить. Вот, тут трудно что-то сказать. Вполне возможно, он слишком рано стартовал с проектом, почему? Потому что когда он вышел со своим проектом, обнародовал результаты, не было еще таких аккумуляторных батарей, и подъема велосстроения, электровелосстроения, электротранспорта еще не наблюдалось. Это были только первые шажки. Может быть, слишком рано стартану. Мы же тоже, смотрите, сколько лет не стартовали, вот я с ребятами сколько разговаривал, объяснял, почему можно делать вот это, почему нельзя делать это. И потом только когда было ясно, понятно, что рынок начал приобретать определенную динамику, мы вышли и предложили вот ту динамику развития проекта, которую сейчас реализуем. Но только вот сейчас. Потому что если бы раньше, как Владимир Ильич Ленин говорил, вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня, либо никогда. точно так же при запуске проекта для очередного вольтапа всегда надо не только иметь подготовку и так далее, но еще нужно поймать правильный момент. Когда в планах первая выплата акционерам, то есть, когда прибыль планируется, когда пойдут первые продажи, когда будет получена первая прибыль. А когда она будет получена, зависит от того, когда будет собрано достаточно инвестиций для того, чтобы оснастить всю эту производство. Что вы можете сказать об аккумуляторах Сева Сергея Ильченко, если знаете? Ну, слышал, но сам их не пользовал, не испытывал, не тестировал. Поэтому могу судить только по наслышке. Собственно, мнение, основанное на практике использования, я не составил. жизненный совет, будьте осторожны с чиновниками РФ. Это бандиты воришки. Я говорю, хулиганиться не хочется. Анекдот на эту тему. Мужчина, ну, женщина, у него поведение снял, договорились, приезжают, она говорит, я люблю защищенный секс, я тоже только за него. один, потом сверху бинтом, сверху второй, еще слой бинта, сверху третий, она смотрит, говорит, что ты делаешь? Ну, понимаешь, я в оборонке работаю, поэтому у нас несколько степеней защиты должна быть надежность и так далее. Ну, понятно, последний отдел, а потом доставить прищепку на нос. Говорит, а это зачем? Говорит, понимаешь, не выношу я запах с чиновниками, но где-то вот так, да? Поэтому, ну, когда спрашивают, почему мы занимаемся краудинвестингом, да? А они с фондами, доходили по фондам, да чего там, тут только не было, да? Всего насмотрелись. Они говорят, вот там, идите там к этим, да были, доходили уже, досмотрели, да? Поэтому, они, у них свой мир, у них свои задачи, у нас с вами свои задачи. Где-то в каких-то точках соприкасаться. Вот всегда можно представить, вот смотрите, вот есть человек, а вокруг него круг, его интересы, да? А вот другой человек, у него второй круг, вот сейчас, вот два круга разных, да? Они могут вообще никак не пересекаться, может быть, в разных класскостях лежать, могут только касаться одной точкой, да? А потом вот так могут там пересекаться, и чем ближе интересы, людей, тем, у них ближе центры, и по большему периметру окружности соприкасаются, потому что одного такой, другого такой, и так далее. И этими, ну вот условно можно сказать, что вот этими фигурами определяется пересечение интересов людей, групп людей, и так далее, да? так вот у нас окружности находятся все в разных местах. Добрый вечер, Дмитрий, такой вопрос, Solar Group, расскажите об этом в Solar Historic, кто придумал, кого синело, какого глубина мысли, это я уже рассказывал. вопрос о школе, на тему учиться на чужих ошибках, но чужой опыт всегда надо учитывать, потому что не надо полагать, что другие люди глупее тебя, просто надо смотреть, что человек делал, как делал, с какими проблемами он сталкивался, потому что я всегда первопроходец, я не сталкивался с проблемами, как они решались, почему не были решены, и так далее. Вот это, как я в совокупности все-то учитывается. И если ты это не учитываешь, ну, дурак тогда, что можно сказать. Какой двигатель пустят в серию 1, 186 или 318? 318, и на него что-то уже заказано. Значит, кроме того, вот 318, и 186, они делались инициативно, разрабатывались еще до старта краудинвестинга, да, но кроме них, ну, они уже воплощены были в металл, и все еще до краудинвестинга. Вот кроме них была сделана расчетная часть целого ряда других двигателей. Вот сейчас мы изготавливаем электромагнитную систему, завезли стан электротехническую, отдали исполнителю работ по нарезке лазерной, заодно проверим то оборудование, которое я собираюсь приобретать для лазерной резки, как качественно будет сделано. Это двигатели для электроинструмента, таких как перфораторы, дрели, углошифрованные машинки, так называемые, болгарки, просто на орудии, торцовочные пилы для обработки дерева материалов и подкареточники, так называемые бафанги, называемые. А вот для того, чтобы эти опытные образцы двигателей сделать, мы уже приступили к изготовлению сердечника. поэтому не только велосипеды, но уже электроинструменты запущены изготовление опытных образцов. Но и там же будут не только двигатели, там же будут и контроллеры, потому что они будут регулироваться как по частоте вращения, так по моментам и так далее, потому что для разных материалов, даже от работы болгаркой, для разных материалов можно разный оборот. Плюс ко всему в Европе требования, чтобы не было коллекторов, по санитарным соображением. И мы хотим предложить это решение, предложить продажи. Поэтому раньше мы это не озвучивали, но сейчас уже можем озвучить, потому что работы пошли полным ходом. Поэтому работы идут в разных направлениях. И вот я вам обещал новости, что постепенно я буду раскрывать то, что делается. И то, что делается помимо приобретения оборудования. Я мастер спорта по велоспорту. Есть предложение по всепогодной эко велогалере. Ваш инвестор в мире такого нет. С кем могу обсудить эту проблему? Не знаю. Все вечер батарел. Я честно говоря не знаю, потому что шоурум меня уже достал, потому что отнимает очень много времени. И я уже в какой-то степени рад, что погода испортилась, что сейчас можно хоть больше уделять времени проекту, а не его демонстрации. Потому что к сожалению шоурум лег на плечи инициативной группы, которая занимается основной частью проекта, не популяризацией его, а именно работе в проекте. Поэтому вот у нас приходили дайте на велопробеги и так далее будем ездить по городам. Ребята, понимаете, сюда в шоурум приезжают, вы один поехали, а тут люди много приезжают, тесты идут, сравнения и так далее. Поэтому пока будет здесь. Будут созданы еще образцы транспортных средств, когда уже будут из опытных партий, ну тогда можно устраивать пробеги, все что угодно для популяризации. Потому что сейчас мы с вами подогреем спрос, а он и так подогреет, а удовлетворить его не сможем. Поэтому перегретый рынок это вещь опасная, она столь же опасная, как и недоразвитый рынок. Поэтому все должно быть. Сбалансировано, когда придет время, будем делать и пробеги. какой закажут, тот продает идею, расчеты производства не будет. Владимир, Владимир, понимаете, мы оцениваем, что разрабатывать. Предложений по разработке очень много. Я с каждым предлагающим веду разговор, объясняю, рассказываю, почему можно, почему нельзя. Приходят, вот вы понимаете, мы тут полетим, мы тут сейчас будем, давайте посчитаем, сколько вы сделаете этих беспилотников, сколько вы этих бегающих тараканов сделаете, либо еще каких-то устроений, сколько лодок, давайте посмотрим рынок. И пытаюсь объяснить и найти понимание. Поэтому в первую очередь делаются те разработки, которые видно, что будут востребованы. И почему они будут востребованы. Мы с бухты барахты не кидаемся, что захотелось, а давайте вот это сделать. Да нет. Я бы хотел тоже может другими вещами заниматься, более интересными, но занимаюсь именно теми, которые дают надежду на скорейшее получение финансового результата. может может иметь смысл разместить предложение размещения на официальной странице выделено старте продаж через 4-5 лет, иначе сбор объявил предзаказ гарантии и объем заказ до финансирования. Василий Петров понимаете, будет неэтично с нашей стороны это делать. Почему? Потому что мы все время предлагали только то, что 100% есть. а это будет уже как-то понимать, кто-то захочет подрезать нас, подрежет, а потом что мы с этими людьми будем делать, как будем выполнять обязательства. Мы наоборот стараемся минимизировать риски, а это создать точку язвимости, которую наши противники обязательно дали. Поэтому я считаю пока не стоит делать. рассматривали выпуск максимально бюджетных колеса для электротранспорта. Да, он и так должен быть дешевле, чем Бель-Ди-Си. Все зависит от того, с каких объемов стартанем. Если вот как ребята предлагают, а вы 10 штук сделайте и продайте, вот тогда дешевле не будет. Это уже будет не бюджетно, а вообще черт знает что. гарантии банка. Нужна гарантия только конкретно банка или может делать разведку в другом банке, например в Казахстане. Да, любого финансового института гарантия. А возможно начать производство электровелосипедов на магнитном колесе. Но если есть предложение по приемлемым ценам покупки магнитов, многие будут рады такие купить, а вы как раз денег поднимете на свой проект. Это только в Китае можно, потому что китайцы цены для производства в Китае на магниты и для производства в России они очень существенно отличаются, поэтому это будет неконкурентно способно. Сютуба сейчас наименьший двигатель 186 габарита до 10 киловатт, то есть велосипедов не будет. Ребята, я многократно отвечал Юрий Владимирович на этот вопрос. Вот смотрите, двигатель 20 киловатт при 1000 оборотах, потому что мощность P2 на валу равняется момент, умноженный на обороты, деленный на 9550. А теперь смотрим, какова его мощность при 200 оборотах. В 10 раз меньше, 2 киловатта. А при 10 оборотах 200 ватт. Но момент при этом у него будет 200 минут на метро. Поэтому все зависит от ограничения скорости. Это максимально, что он может выдавить, но когда вы будете ехать с меньшей мощностью за счет того, что сопротивление меди меньше, у вас и потери меньше будут. Поэтому 186 в пике 10 киловатт. Но это уже в других скоростях не велосипед. А то, что вы будете двигаться, это киловатт. Максимум. Но зато у вас 75 ньютон в метро вращающий момент. А можно ограничить, вы программно ограничили на те 25 километров в час, вы вписываетесь велосипедной и все показатели. Поэтому все это немножко не так. Но многие считают, 10 киловатт опасал, на 10 поехал. Нет. Вы когда стартуете, только с места трогаетесь, у вас мощность полезна 0. Но вам важен момент, какой двигатель будет развивать. как вы стартуете, динамика, комфортность езды. Вот что важно. Приветствую по мне, так лучше найти вам манипуляторы, которые вы можете запрограммировать на качестве, на и важном для вас большом количестве для реализации. На предприятиях, которые будут уже не мелкие серии, там можно ставить манипуляторы. Но в рамках SolMash нам надо иметь производство мобильное, которое бы легко перенастраивалось и быстро можно было перенастроить на выпуск партии, ограниченной партии новых двигателей, новые разработки. Потому что основное мы будем делать все-таки разрабатывать и выпускать небольшие партии, а потом уже продавать проехи. Так, ну, кажется, я на все вопросы ответил. Большое вам спасибо за внимание, за терпение. Спасибо за субтитры Алексею